Зерно дороже золота На чём акцентировал глава государства. У страха глаза велики. Я знаю, что уже время было такое, что люди запасались, а потом всё выбросили на мусорку. В белорусских магазинах появился ажиотажный спрос на сахар, крупы и соль. Обоснована ли паника? Боль без срока давности. Республиканский автопробег объединил патриотов в Хатыни. Отдаём дань памяти и уважения тем, кто погиб в те далёкие годы. Сколько продлится всебелорусская молитва. А также государственная поддержка, новая цена и весенний прогноз. В среду в Беларуси ожидается до плюс 19 градусов. Стоит ли планировать отдых на природе? Посемная для Беларуси в этом году важна, как никогда. Об этом президент заявил на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ. В этом сезоне Александр Лукашенко поставил задачу произвести 9 миллионов тонн зерна. Белорусский лидер подчеркнул, на уровне правительства приняты все решения по таким насущным вопросам, как финансирование, обеспечение топливом, подготовка техники для проведения посемной. Надо железно в правительстве записать везде 9 миллионов тонн зерна и хватит телепаться. 700 тысяч тонн рапса, если больше, получите ещё больший эффект экономический. И 5 миллионов тонн сахарной свёклы. На это обращаю особое внимание. Свёкла, как хлеб, соль и другие, пару-тройку продовольственных позиций, стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идёт война уже. К счастью, только в магазинах. Президент нынешней ситуации сравнил зерно с новым золотом или нефтью. Глава государства акцентировал внимание. Посемная должна пройти со строгим соблюдением всех отраслевых регламентов и технологий. Поэтому нужно ужесточить контроль за любыми нарушениями. Продолжение темы. Цены и ассортимент товаров на прилавках магазинов под контролем. Непростая геополитическая и экономическая обстановка в мире вызвала у белорусов ажиотажный спрос. На сахар, соль, гречку, послонничное масло. Однако паника была недолгой и никак не сказалась на продовольственных запасах. Татьяна Горбач убедилась, поводов для беспокойства нет. То, что белорусы предусмотрительный народ, ни для кого не секрет. Поэтому, когда конец февраля принес тревожные новости из Украины, люди предсказуемо выстроились в очереди в магазинах. Брали все, что попадется под руку и может подорожать или вовсе исчезнуть. С прилавков буквально сметались гречка, масло, сахар и соль. Сегодня в торговых центрах все как обычно. Покупателей много. И главное, товар никуда не исчез. В данный момент товаров достаточно как белорусского производства, так и импортного производства. В полном ассортименте есть сахар, соль белорусского производства. Мука сейчас у нас в наличии российского производства, несколько видов. Вопросы продовольственной безопасности под особым контролем. О стабилизационных фондах позаботилось государство. В стране более чем достаточно производится молока, мясо, растительного масла, яиц, сахара, овощей и зерна. С запасами заполнены склады. Ни о каком дефиците товаров речь не идет. Хватает в магазине всего. Цены адекватные. Так что запасаться, как некоторые, хватает, я ничего не собираюсь. Вот сейчас прошел по крупам, по макаронам, всего хватает. Сахара, пожалуйста. Никакого ажиотажа нет. Здесь всегда все свежее, интересное. Особенно мне нравится местное производство. Всегда все в доступности. Я не покупаю там заранее на очень огромные сроки. Я знаю, уже время было такое, что люди запасались, а потом все выбросили на мусорку. Я вот взяла молочко там себе на каждый день, чтобы с дедушкой покушать. И больше ничего, не запасаюсь. Доля продуктов питания белорусского производства в магазинах выросла и составляет около 77%. Комбинаты и фабрики работают в обычном режиме. Около 50% излишков отправляется на экспорт. Так что даже при самых пессимистичных прогнозах голод нам не грозит. Торгуем сегодня больше, чем со 100 странами мира. Поэтому Республика Беларусь должна прошло занять ниши. Самый ближайший рынок – это Российская Федерация. Но отдалить внимание экспорту на Китайскую Народную Республику, обеспечить проток валюты в Республику Беларусь через объемы реализации и качество производимой продукции. Цены на белорусские овощи вполне демократичные. Килограмм картофеля – рубль 38, моркови – рубль 42. За лук просят на 7 копеек больше. А вот стоимость турецкого красного перца и помидоров заметно выросла. Сахар обойдется в рубль 74, подсолнечное масло – от 4 и выше, соль – от 45 копеек. Полки магазина пестрят разнообразие. Мясные, рыбные, молочные деликатесы в полном изобилии. Сейчас после круп самый ходовой товар – консервы. Банка такой тушенки обойдется в 5 рублей 23 копейки. Особое внимание – доступности товаров первой необходимости. В списке порядка трех десятков позиций. Впрочем, мониторить цены могут и сами белорусы. О резком подорожании можно сообщить прямо в Комитет госконтроля. Вопросы про безопасность и дальше будут находиться под пристальным вниманием. Белорусского потенциала хватит, чтобы справиться с любыми вызовами. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Тот самый случай, когда сон не залог здоровья. В Кировском районе в аварии пострадали три человека. ДТП произошло около 10 утра. 59-летний водитель не отложки по предварительной информации уснул за рулем. В результате чего столкнулся с грузовиком, который ехал по встречке. От удара УАЗ ехал в кювет и опрокинулся. Водители и еще два пассажира с травмами госпитализированы. Эвакуационный рейс, ветхое жилье и кредитный договор. Банки окажут поддержку заготовителям сельхозпродукции. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Пункт размещения беженцев в Брусгах прекратил работу. Все иностранцы, которые временно находились в транспортно-логистическом центре, его покинули. 98 человек эвакуационным рейсом из Минска ночью направились в Эрбиль. Остальные, по их просьбе, расселены в гостиницах и санаториях, где будут дожидаться возвращения на родину. Заготовителям сельхозпродукции банки окажут поддержку. В списке 81 организация. Помощь пойдет на уплату части процентов по кредитам для расчетов за семена рапса и продукцию растеневодчества для госнужд. Также будет предоставляться субсидия на оплату транспортных расходов по доставке. Размер зависит от вида товара. В Беларуси на четверть стало меньше пустующего и ветхого жилья. По данным на начало 2022-го в реестрах насчитывается более 7,5 тысяч объектов. Еще год назад было на 3 тысячи больше. Начальная цена такой недвижимости устанавливается по рыночной стоимости. К сумме в одну базовую можно прийти, если на протяжении нескольких аукционов подряд на дом не найдется покупателей. В стране снова подорожало автомобильное топливо. Стоимость традиционно выросла на 2 копейки. 92-й теперь стоит 2,08. 95-й и дизель 2,18. 98-й 2,40 рубля. Это уже четвертое повышение цены за год. В Беларусь пришла весна. В среду синоптики обещают до 19 градусов тепла. Осадки при этом не прогнозируются. К концу недели немного похолодает. Будет плюс 13. Выходные встретят кратковременными дождями, местами и мокрым снегом. О чем звонят колокола? Республиканский автопробег за единую Беларусь объединил патриотов в Хатынье. Автомобильные колонны стартовали с каждого уголка синекой. Их пути сошлись у Кургана Славы. Затем участники вместе направились в Хатынь. Здесь прошел митинг-реквием, посвященный 79-й годовщине трагедии. Мы всегда, люди старшего поколения, пытаемся передать младшему. Нельзя забывать такие трагические истории нашего государства. Вот поэтому мы сегодня здесь отдаем дань памяти и уважение тем, кто погиб в те далекие годы. Белорусская деревня была стерта с лица земли 22 марта 1943-го. Вместе с ней сожжены или расстреляны 149 человек, из них 75 детей. Память жертв нацизма почтили минутой молчания, после возложили цветы к мемориалу. За все годы комплекс посетили 40 миллионов человек из 100 стран мира. Всебелорусская молитва в Хатынье продолжится до позднего вечера. Бобруйская теплоэнергетика готовится к запуску новой котельной. Она будет обслуживать сразу 13 объектов. В прошлом году предприятие потрудилось на славу. Как результат, третье место по итогам соревнований по социально-экономическому развитию города. Когда завершится отопительный сезон, выяснила Ольга Васинда. В этом здании на Орловского строится новая котельная. Готовность 70%. Тепло и горячая вода отсюда будут подаваться в 10 жилых домов и 3 учреждения образования. В 20-й и 46-й детский сад и дюж номер один. Проект разрабатывался с учетом всех современных требований. Это гарантирует соблюдение нормы по содержанию в воздухе вредных выбросов. Котельная будет работать на природном газе. Оборудовании здесь установлена итальянская. Система значительно сократит затраты на производство тепловой энергии. Бобруйская теплоэнергетика привела в порядок и общественные бани. Их в городе три. Здесь модернизировали помещения, обновили оборудование и расширили спектр услуг. На Кирова для любителей попариться создали максимально комфортные условия. Провели капитальный ремонт. Мы полностью обновили мужское отделение. И сантехника, и электрика была заменена. И также частично была заменена плитка на стенах. Сантехнические приборы тоже были все заменены. Благодаря госпрограмме предприятие ежегодно проводит и замену изношенных трубопроводов на эффективные изолированные. В плане на 2022-й обновление более 9 километров сетей и 6 теплообменников. Срок службы современного оборудования выше, а гидравлические потери ниже. Меньше и затраты. Наши предприятия еще выполняют множество других работ по обслуживанию этих же теплообменников. Чтобы они, по крайней мере, еще служили нам долго и правильно. Чтобы экономить и свои средства, и средства бюджета. Ну а очередной отопительный сезон подходит к завершению. В этом году, отмечают специалисты, он прошел без аварийных ситуаций и перебоев. Батареи отключат, когда среднесуточная температура воздуха достигнет плюс 8 градусов и будет держаться в течение минимум трех суток подряд. Обычно подачу тепла прекращают во второй половине апреля или в мае. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. 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 Счастливо.